В Совете Федерации проходят Дни Алтайского края. На встречах профильных комитетов представители региона презентуют проекты, которые наиболее остро нуждаются в средствах российского федерального бюджета. В крайний раз Дни Алтайского края в стенах Верхней Палаты Парламента были в 2015 году. И многое из того, что мы попросили закрепить в постановлении, сегодня уже реализовывает. В Алтайском крае планируется построить сразу несколько социально значимых объектов. На обсуждение Верхней Палаты Парламента было выдвинуто пять проектов. Один о создании музыкальной школы в квартале 2001 в Барнауле. Еще две инициативы направлены на реставрацию и приспособление под дома детского творчества, пассажей Фирсова и Второва в Бийске. Остальные вопросы затронули строительство школ, например, в квартале 2033 краевой столицы. Нужны школы, особенно там, где у нас сегодня идет бурное развитие, скажем, того же Барнаула. И поэтому нужно строить новые школы в новых микрорайонах. Стоят вопросы, связанные с тем, что некоторые ситуации такие, например, как в Камниной Аби, надо школу, которая уже не имеет перспективы для дальнейшей работы, надо вместо нее строить новую. В сфере ЖКХ и жилищной политики одобрили поддержку всех проектов. Одним из самых интересных стало создание муниципального жилья в деревнях и селах. Туда будут заселять молодых специалистов, к примеру, врачей и учителей. Всего планируется построить 60 многоквартирных домов за 7 миллиардов рублей. Также рассмотрели вопрос расселения людей примерно из 450 домов, которые признали аварийными в 2017 году. Подняли вопрос и о починке важных объектов инфраструктуры. Один из них проблемных, из проблемных вопросов, которые мы сегодня выносили – реконструкция, а правильно, наверное, будет сказать, уже строительство с учетом большого износа более 90% главного канализационного коллектора в городе Рубцовске. Здесь тоже требуются очень большие вложения. Это порядка миллиарда рублей. А еще на стенде Алтайского края подготовили общую информацию о регионе и красивую диораму аэропорта, где сейчас идет строительство нового объекта. Также москвичам предложили попробовать лучшие продукты региона. В первую очередь это, конечно, мед и чай. На экспозиции мы представили оздоравливающую продукцию на основе продукции пантового оленеводства. Это чаи, это бальзамы различные, это биологически активные добавки, также которые сегодня чем гордится Алтайский край и наши переработчики. Дни Алтайского края в Совете Федерации продлятся до 25 сентября. За это время краевые власти обсудят с сенаторами вопросы аграрной политики, бюджетной сферы и транспортной инфраструктуры региона. Данил Кузнецов, День с толком.